приветствуем вас на нашем канале сегодня мы хотим приготовить рогалики с нутеллой для деток с нутеллой а для взрослых с вишней и хотим поделиться в то же время этим рецептом с вами потому что это очень легко и очень вкусно давайте приступим итак для приготовления рогаликов нам нужно 200 грамм творога у меня был сухой зернистый творог я его пропустила через ситочку но если будет у вас творожная масса еще лучше обычно я готовлю с творожной массой но у меня сегодня не оказалось в холодильнике поэтому вот просто можно блендером можно через ситочку пропустить как я в общем 100 грамм сахарного песка нужно 50 грамм мягкого сливочного масла 1 яйцо разрыхлитель ванилин вот щепоточка соли и где-то стакан с половиной два полтора два стакана муки это по-разному каждый раз уходит в зависимости от размера яйца естественно и от творога насколько дорого много в себя впитывает муки вот так вот и немножко возможно чуть больше или меньше понадобится муки для раскатки и формирования рогаликов кстати у меня много рогаликов получается с этого рецепта и еще остается тесто мы делаем печеньки для деток специальными вырубками такими для теста и посыпаем сахарной пудрой детям очень нравится эти печеньки они легкие воздушные ну что давайте приступим и так для приготовления нам нужно для начала разбить сюда одно яйцо вот так вот пенчиком просто до однородности сейчас по очереди девочки мне помогает сейчас добавляем сюда 100 грамм сахара сахар дочь перемешиваем давайте мешайте девочки так щепотку соли добавляем девочки щепотку соли сразу сюда же добавляем творог в общем вот так вот и добавляем сейчас понемногу муку сейчас я отмерю один стакан не нужно не просеивать ничего не нужно это очень просто неприхотливый рецепт сейчас дочь так по чуть-чуть добавляем сейчас добавляем сюда сливочное масло 50 грамм в общем сейчас вот так вот мама делает сразу добавляем разрыхлитель я насыпала и улька высыпай мне из этого стакана муку давайте вместе высыпайте мне все молодцы молодцы сейчас вот такие у меня помощницы вот еще я вижу у меня творог суховат мне сюда много муки не надо чуть больше половинки стакана муки не все сразу потихонечку девочки и еще мы забыли ванилин ванилин тоже на глаз и вымешиваем тесто должно быть плотное мягкое послушное принимать формулю можно нет сейчас я это вымешу муку а потом еще добавить мальчика не надо пачкать и давай еще чуть чуть Не, не все, чуть-чуть. Готово? Вот тесто уже готово. Оно такое, видите, плотненькое и в то же время мягкое, принимает любую форму, которую вы можете придать. А забыли? Нет, это не нужно. Я больше муки не буду добавлять, не хочу, чтобы сильно сухое было. У меня, получается, ушло чуть меньше полтора стакана муки. Остальное я еще оставлю чуть-чуть муки на раскатку. Вот так вот. Вот такое вот похоже очень на песочное тесто получается. Сейчас мы его накрываем пищевой пленкой и отправляем на 30 минут в холодильник. Пока кому нужно подготовить начинку, потому что начинку можно делать абсолютно разную. Мы делали и с нутеллой, и с орешками, и с корицей, и с сахаром, и с вишней. И просто шоколадку можно положить. Это очень вкусный десерт такой получается. К чаю очень вкусно. Дети вообще разметают очень быстро. У нас на второй день ни одного рогалика не остается, кстати. Теперь, в общем, отправляем это в холодильник на полчаса. 30 минут прошло. Я достаю из холодильника тесто. А я уже тут. И помощницы уже тут. Так, делю на две части сразу. Вот. Сейчас ручки. Ручки надо помыть. Прежде чем выглядели. Это заворачиваю обратно подождите в пленочку. Это брызг, брызг. В общем, у меня то, что осталось, мука, которую я не засыпала, я ее сейчас использую. У меня каждый раз по-разному находится ручка муки, потому что все зависит от ворова, который попадает в муку. Все. Вытираем ручки. Сейчас мама раскатает. Берем и раскатываем тесто в тоненький пласт. Раскатываем. Нет, раскатать ты не сможешь абсолютно. Мама раскатает это, лишь мне помогает. А сейчас что? Буль-буль-буль? Буль-буль. Буль-буль. А это форучки. Форучки? Сейчас сначала делаем рогалики, а потом составку делаем печенье. Хорошо? Я вам делаю и поймем рогалики. Рогалики. Все. Тоненький пласт я раскатала. Примерно 20 миллиметров. И для того, чтобы у нас получились они все одинаковые формы, сначала нам нужно вырезать это тесто в кружочек. Можно и без этого, конечно. Можно на глаз это все делать. Это я так делаю, потому что мне так нравится, когда они все визуально одинаковые. Такие такие красивые, ровненькие. Так, это я снимаю. Это мы сделаем печенье. Деткам. Деткам. Вот так вот разделяем. Не трогайте. Не трогайте. Не трогайте. Мы будем ли пить рогали? Да. Сейчас делаем рогалики. На четыре части делим. Вот так вот. И вот эту каждую часть еще пополам. Разрешаем? Нет. Можно, конечно, вообще еще меньше вот так на три части изгарные сделать, но они тогда очень маленькие получаются. Конечно, их очень много получается. Но в то же время они очень маленькие. Сейчас первую партию я хочу сделать с вишнями, поэтому я делаю их пошире, потому что вишня, естественно, пускает сок и вытекает. Вот такие вот треугольнички получились. Как будто руки-ди на руку. Аккуратно. У меня размороженная вишня, замороженная вишня и уже размороженная, девочки, нет. Вот, без косточки. Я вложу по две вишенки. А я вишню. По две вишенки я вложу на каждую. Нет? Нет, мама. Сейчас посмотрю, может, и по три положу. Не надо. Юля, ты не команду. Нет, мама, не надо. Это не вам, это нам, взрослым. А вам с вишенкой. Нам еще по одной положу. Так будет вкуснее. И посыпаю их слегка сахаром для сладости. Можно начинку любую. Можно варенье положить, джем, там, сухофрукты. Просто фрукты свежие. Что у вас есть дома, все можно использовать. И вот таким вот образом я заворачиваю. Слегка вот тут вот прижимаю, потому что вишня, она выкичит. Вот так вот. Форму выстилаю пергаментом. Вот так вот. И все аккуратненько, чуть-чуть подальше. Сильно близко не ложу. Выкладываю вот на расстояние 4-5 сантиметров, потому что они поднимаются. Увеличиваются в объеме. Вот так вот. И отправляю в духовку, уже разогретую до 170 градусов. И выпекаю до готовности. Кстати, сейчас могу смазать желточком. Ну, их можно... Можно... Вот здесь, видите. Смазываю желточком. Но можно и не смазывать. Это так, по желанию. Вот так вот смазала желтком. И отправляю в духовку. Разогретую 170 градусов и выпекаю до готовности. Это немного, примерно 30-35 минут. В зависимости от вашей духовки. То же самое делаем со второй частью теста. Так, для детей это уже буду делать для детей с нутеллой. Поэтому делю на более маленькие. А это что? Трики там печется. С вишенкой уже печется. На более маленькие, чтобы они за раз могли съесть. Берем нутеллу просто. И вот так вот, где-то по пол чайной ложечки на каждую порцию. Маленькую, мелкую. Достаточно. Даже многовато. Мальчик, смотри, как завораживает. Смотри, давай, помогай. И берем вот так вот рулетиком. И завораживаем. Получился радарик. Вот так, окрашки прищипать и не выкинуть. Поняли? Женщина. Женщина, вы поняли? Женщина, Мэри. Смотри, Мэри, смешной у нас родился. Родился ты, Мэри? Я не буду ночевывать. Мам, покажите. Может, еще одна помощь. Мам, я тоже ночевать. Мам, покажите, еще одна. Мам, покажите. Надо это делать. Не придавливай, только оттуда выйдется, когда он будет. Нет, садись на этот чайный чайный. Вот так. Вон, я хочу там все. Спасибо. О, где вас? Там, ну, ракуалит. Ну, выглядели. Маленьким, байдарим. Уже никуда не едем, да? Не едем, да? Я тебе квашную кукусту положу, в общем завтра уже купим овощ в овощ, все по одному сделали, хватит. Маленькие рогалечки для детей, оставшиеся тесто точно так же раскатываем и будем делать из них печенье. Рогаликов нам достаточно, можно так же это сделать рогалики, мы делаем печеньки. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...